О том, что матч будет тяжелым для обеих команд, было понятно заранее. Оренбург относится к числу фаворитов стартовавшего первенства ФНЛ, а Калининградская Балтика успешно начала этот сезон и претендует на лидирующие позиции. Первый тайм матча сильнейших не выявил, а вот во втором, после появления на поле Михаила Дюриша, Дениса Поповича и Романа Воробьева, Оренбург стал действовать в атаке намного интереснее и создавать опасные моменты для взятия ворот. Но исход всего матча решил другой эпизод. На 88-й минуте футболистам Балтики удалось организовать контратаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Скопинцев. Отыграться футболисты Оренбурга уже не успели, несмотря на добавленные 5 минут к основному времени матча. У нас было сегодня два тайма. Первый тайм не так, но на счет второго тайма, я думаю, что мы заслужили один гол, ну, самый худший вариант, потому что мы создали моменты, у нас были моменты, но, к сожалению, мы забыли, они на контратаке хорошо разыграли, получили гол. Ну, по этой игре, я думаю, что счет, который 0-1 для нас, я думаю, что это не соответствует тому, тому, чего мы показали сегодня на поле. Следующий домашний матч футбольный клуб Оренбург проведет 30 июля против футбольного клуба «Зенит-2» Санкт-Петербург. Артем Смедюк, городской телеканал ЮТВ.